Могилёв Вопросы трудоустройства обсуждали сегодня на расширенном заседании Могилёвского горисполкома. Вопросы трудоустройства обсуждали сегодня на расширенном заседании Могилёвского горисполкома. Вопросы трудоустройства обсуждали сегодня на расширенном заседании Могилёвского горисполкома. Вопросы трудоустройства обсуждали сегодня на расширенном заседании Могилёвского горисполкома. На вновь созданные рабочие места 1630 человек. И как отметила первый заместитель начальника управления по труду, это вполне выполнимо. Молодежный велопробег в ритме города с элементами городского ориентирования пройдет в Могилёве 26 июня в рамках Дня молодежи. Мероприятие будет проходить в четыре этапа. Кульминацией мероприятия станет массовый велопробег, старт которому будет дан в 16 часов от площади Ленина и завершится на городском пляже реки Днепр, где участники велопробега присоединятся к молодежному фестивалю Могилёв в город Добра. Территория лагеря «Родничок» стала настоящей тренировочной площадкой молодых и целеустремленных туристов, где они активно готовятся к предстоящему туристическому слету союзного государства в Москве. На территории пионерского лагеря «Родничок» молодые туристы активно готовятся к предстоящему слету союзного государства, который будет проходить в Москве с 27 июня по 2 июля. В палаточном передвижном городке на протяжении девяти дней воспитанники Центра туризма активно готовятся к предстоящим соревнованиям, на которые отправится 10 человек 2001-2003 года рождения. Два раза в день ребята тренируются в подготовке техники туризма, осваивают работы с веревками, проходят на весны и параллельные дистанции, активно готовят к предстоящим соревнованиям, осваивают мастерство туристского ориентирования. По прибытии в город они проведут два дня дома, после чего отправятся на слет. Это будет слет в лесу, палатки, костер. Да, будет программа очень обширная, там на протяжении пяти дней у ребят практически нет времени даже посидеть. У них будет три полосы препятствий туристических, у них будет спортивное ориентирование в программе, у них будет конкурс быта, будет конкурс газеты, краеведческие викторины всевозможные, конкурс представления команды. В общем, на протяжении пяти дней там по практике всегда очень, все насыщенно, все очень интересно. В туристическом слете примут участие более 40 команд из России, Украины и Татарстана. В этом году из Беларуси заявлено семь команд. Данное мероприятие является итоговым для сборной. На соревнованиях они покажут, какие результаты были достигнуты за год тренировок. Пожелаем нашим ребятам вернуться домой с наградами. В минувшие выходные Могилев принимал послов из Америки. Jazz Band The Ambassadors, оркестры военно-воздушных сил США в Европе, выступили на открытой площадке Могилевского спера 40-летия Победы. The Ambassadors представляет США военной и гражданской аудиторией по всему миру, от Ирландии до Азербайджана. И в этот раз они приехали в Могилев. Jazz Band посетил Беларусь во второй раз. Год назад они выступали в Минске и в Брестской крепости. Для жителей и гостей Могилева послы исполнили популярные джазовые и блюзовые композиции, а также музыку из кинофильмов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В каждом городе есть люди, собирающиеся на улицах для того, чтобы творить. И не важно, где и когда. Их главная цель – дарить музыку окружающим. Уличные музыканты Могилева в сюжете – Алина и Абабурка. Ах, эти летние вечера! Особенно, когда эти вечера в выходные дни. Вот и у нас на нашем Могилевском Арбате именно в это время суток можно не просто наслаждаться прогулкой, но и слышать удивительные звуки музыки. Как говорил известный французский писатель, ученый-музыковед Армел Ролан, музыка, подобно дождю, каплей за каплей просачивается в сердце и оживляет его. Вот и наши Могилевские уличные музыканты стараются сделать все возможное, чтобы оживить сердца прохожих. Пройдя по нашему Арбату, мы встретили молодого человека, исполняющего каверы на известные песни, и поинтересовались у него, каково это быть уличным музыкантом в Могилеве. Меня зовут Ярослав Журов, и я исполняю собственные композиции и каверы на известные песни. Обычно это рок-н-ролл, ну или просто рок. Почему в вашей площадке стала улица? Потому что здесь можно быть самим собой, и есть возможность играть то, что тебе хочется, и то, что тебе нравится. А пробовали вы когда-нибудь в Европу поехать выступать? Есть такие планы. Да, мы планируем поехать в Европу. Я сейчас участвую в группе, играю. Наша группа называется The Memories, и у нас группа из двух человек. То есть я и мой вокалист. И мы планировали этим летом поехать в Европу. Но, к сожалению, пока временно не сложилось, но планы такие имеются. Очень хотелось бы туда поехать, повидать не только страны, но и подарить свою музыку другим людям. А ведь многие музыканты начинали свой творческий путь именно с улиц. Талант всемирно известной французской певицы-актрисы Эдит Пиаф нашли на улице. Ее заметили на задворках одного ночного клуба, когда она пела. Биби Кин, король блюза, тоже выступал на улицах и вообще в любых местах, где разрешат. И сейчас некоторые звезды музыкального искусства, несмотря на свою славу, спускаются в метро или на улице для того, чтобы поделиться своим творчеством с людьми. Что мешает могилевским музыкантам выступать на сценах города? Наверное, наша инфоструктура, потому что лично я знаю довольно немного наших городских площадок, где музыкант мог бы быть таким же свободным, как и на улице. И также спокойно, свободно играть, выражать себя, играть самое главное, то, что ему нравится и то, что он хочет. Но не всегда люди оценивают талант и стремление молодых людей. Многие проходят просто мимо. Известный скрипач-виртуоз Джошио Белл провел эксперимент. Он сыграл произведения великих композиторов на скрипке Страдивари 1713 года. За 45 минут концерта скрипач-виртуоз заработал 30 долларов. Мимо Белла прошли около 2000 людей, однако остановились послушать его выступления не больше двух десятков. Одна из главных проблем уличных музыкантов – это некоторое равнодушие прохожих. Вот и минские любители музыки, несмотря ни на что, уже второй год проводят фестиваль уличных музыкантов с целью показать городу молодые таланты. Такие фестивали дают возможность объединиться всем творческим людям и показать, что и в нашей стране огромное количество одаренных людей. И Могилев не исключение, ведь есть же, есть у нас таланты. И не стоит бояться проявлять себя, ведь многие исполнители именно сулить и начинали. Пусть не сразу, но всегда найдется тот, кто оценит ваше творчество. 19 июня на Гомельском стадионе с Дюшор номер 8 Могилевский Днепр уверенно переиграл Гомельский и Гомель Желдор Транс. После досадного поражения от вертикали и вылета из Кубка Беларуси, могилевчанам во что бы то ни стало нужно было реабилитироваться перед своими болельщиками. Более того, матч носил принципиальный характер и для турнирной таблицы. Днепр, занимающий вторую строчку, всего на одно очко опережал расположившийся на третьем месте Гомель Желдор Транс. С первых минут футболисты из Могилева показали волю к победе, буквально закрыв соперника на своей половине поля. Результат не заставил себя долго ждать. На 14-й минуте Дмитрий Терещенко огорчил хозяев поля, отправив мяч в сетку ворот. Затем на 41-й минуте пробить вратаря соперников сумел Александр Гаврюшко и вслед за ним, через 2 минуты, гол в раздевалку отправил врат Хотов. В начале второго тайма днепряне получили право на пенальти, который безошибочно реализовал Хотов. А в концовке матча 11-метровый удар уже выполняли хозяева. Гол престижа забил Иван Жосткин. Итоговый счет встречи 4-1. Следующий матч Днепр проведет в субботу на стадионе «Спартак». Соперником мигелевчан будет футбольный клуб «Ашмяны». В преддверии Олимпийских игр 2016 на базе с Дюшор Багимы стартовала предолимпийская неделя. Основным спортивным и физкультурным мероприятием будет проведение виват-гимнастика, которая будет проходить у нас 23 июня в 11 часов. Кроме этого в программу включи различные экскурсионные мероприятия, танцевальные марафоны, это день открытых дверей, посещение учебно-тренировочных занятий. Участие в мероприятии примут учащиеся спортивные школы Багима, а также городские учреждения образования, которые приглашены в качестве зрителей. Цель мероприятия напомнить жителям города имена лучших спортсменов Могилевщины, а также популяризовать спорт среди детей и молодежи. Помимо юных гимнастов, для гостей мероприятия выступят именитые спортсмены области, такие как чемпионка Олимпийских игр в Сеуле Светлана Боитова, а также действующая спортсменка школы, участница Олимпийских игр в Бразилии Татьяна Петреня. На сегодня это все. Уважаемые Могилевчане, ваша информация может послужить поводом для сюжета в нашей программе. Звоните нам по телефону 708-333 или пишите на info-sobaka-tv2.by. Все выпуски программы «День города» доступны на нашем сайте, в официальной группе ВКонтакте и на канале YouTube. Не оставайтесь равнодушными, любите свой город! Продолжение следует...